22 тысячи объектов адаптируют для лиц с инвалидностью до 2025 года. Об этом стало известно на брифинге в столице. Кстати, за необеспечение доступности объектов для инвалидов в 2022 году наложено 60 миллионов тенге штрафов. Для людей с ограниченными возможностями до сих пор не созданы условия передвижения на улицах. Не хватает пандусов и лифтов. Кроме того, инвалиды не могут устроиться на работу и вынуждены сидеть дома. В то время как лекарства все время дорожают. Мауржан Шай Ахмед продолжит тему. Самые уязвимые и самые бедные. В Казахстане зарегистрировано более 700 тысяч людей с инвалидностью. Это 4% населения страны. Им приходится преодолевать различные препятствия. Насторожное, а порой брезгливое отношение окружающих, равнодушие госорганов, унизительно маленькие пенсии, отсутствие элементарных удобств в перемещении. В Казахстане треть людей с инвалидностью не могут устроиться на работу из-за своего недуга. Согласно закону, в стране установлена квота на предоставление рабочих мест в размере 3% от общего числа сотрудников. Но это требование не выполняется. В итоге работоспособные граждане сидят в четырех стенах и замыкаются в себе. 700 тысяч лиц с инвалидностью. Из них, например, порядка 16 тысяч – это инвалиды от трудового веча. И вот из этого количества сколько на сегодняшний день трудоустроено, ну это сложно ответить. Инвалидам не выдают путевки в санатории, а их помощникам не выплачивают зарплаты, хотя все это предусмотрено законом. Так в Казахстане люди с первой группой инвалидности, нуждающиеся в содействии при передвижении, имеют право на индивидуального помощника. Финансируют эти услуги государство, но деньги ограничены, поэтому многие инвалиды не могут выйти на улицу. Дело в том, что сейчас оплачиваются только услуги индивидуального помощника по сопровождению инвалида от места проживания до пункта назначения и обратно. Прогулки не предусмотрены. К тому же до сих пор для инвалидов на улицах не созданы условия. Не хватает пандусов и лифтов. По итогам прошлого года территориальными департаментами комитета проверено 1181 проверок, выявлено более 4000 нарушений, выдано более 900 предписаний и наложено около 300 штрафов на сумму более 60 миллионов тенге. И самый главный вопрос касается пособий. Из-за инфляции деньги сильно обесценились. Сейчас заметно подорожали лекарственные препараты и тысячи людей поставлены перед жестоким выбором. Смерть от голода или смерть от отсутствия необходимых лекарств.